здравствуйте дорогие друзья и подписчики моего канала сегодня мы с вами поговорим о фальсификации истории которую продвигают азербайджанские историки и политики приятного просмотра под обзорами своих видео в комментариях я очень часто сталкивался с тем как многие азербайджанцы называют армян пришлыми цыганами которых якобы заселили из индии конечно же мне стало интересно откуда берутся такие абсурдные псевдоисторические данные ради интереса я решил пролистать азербайджанские учебники по истории и был крайне удивлен степенью абсурда и фальсификации оказывается вот откуда ноги растут тут тебе и про великий туран от енисея и до стамбула а также о переселении армян из индии в закавказе в годы российской империи хочу сразу подчеркнуть что я по национальности русский а потому у меня абсолютно непредвзятое отношение как армянам так и к азербайджансам следовательно моей целью является объективный анализ истории как армянского так и азербайджанского государств поэтому я был в шоке от исторических учебников которые печатаются в азербайджане нечто подобное можно наблюдать и у сегодняшней незалежной где также преподают историю от древних укров которые копали черное море и строили древние пирамиды и так прочитав азербайджанские учебники по истории я решил посвятить этой теме сегодняшний видеообзор где мы с вами разберемся о причинах фальсификации истории в сегодняшнем азербайджане так согласно исторической концепции азербайджана армяне до 1828 года никогда не жили в закавказе только перцы турки и кавказские народы согласно азербайджанском историком армяне это пришло народ которого заселили русские после русско-персидской войны казалось бы все это полный абсурд поскольку все на горе восточного закавказья названо армянским еще с древних времен о проживании армян на территории азербайджана еще до присоединения к россии писали арабские персидские и даже азербайджанские ученые из персии так например знаменитые персидские ученые азербайджанского происхождения аббас кули бакиханови и мирза адыгизаль бек также писали о том что армяне являются коренным народом за кавказе однако в современной историографии азербайджана вы ничего подобного не увидите и не услышите в азербайджанских учебниках нет ни слова о древнем армянском государстве которое существовало еще за тысячу лет до образования азербайджанского этноса главным отцом фальсификации истории азербайджана являлся зия буниятов советский и азербайджанский историк востоковед академик академии наук азербайджана советский период буниятов вел себя относительно скромно однако уже тогда физик андрей сахаров замещал у него антиармянские взгляды которые стали ярко проявляться в период горбачевской перестройки но после распада ссср зия буниятов стал иметь огромный вес в научной среде теперь уже независимого азербайджана именно в девяностые годы с подачи буниятова и началась фальсификация истории азербайджана которые полностью устраивала азербайджанское руководство особенно после проигрыша в первой карабахской войне советский и российский историк антрополог и этнолог виктор шнерельман отмечал что буниятов во главе со своей командой преуменьшали роль древних и средневековых армян в закавказе а также редактировали из переведенных древних источников сам термин армянское государство заменив его на албанское государство в свою очередь российские историки михаил мельтюхов и георгий трапезников отмечают что в изданных и переведенных азербайджанских книгах которые были переведены с фарси на русский и азербайджанские языки немало присутствует географических терминов где используют слова азербайджан и азербайджанские которые на самом деле были изначально написаны на персидском увы но именно по этим причинам руководство азербайджана считает что никакого карабаха как и армении никогда не было мол это исконные земли азербайджана а все эти христианские армянские постройки дело рук древних кавказских албанцев таким образом мы видим что в азербайджане история тесно сплетается с политикой которая противоречит здравому смыслу именно по этим причинам азербайджанских историков никто в не в россии не на западе не воспринимают всерьез но лучшая защита как известно это нападение а потому азербайджанцы часто видят во всех зарубежных критиках армянский след мол весь мир попал под сильное влияние армянской диаспоры которая фальсифицирует историю причины всего этого абсурда в азербайджанской историографии является то что азербайджан начиная с 1990-х годов стал попадать под сильное влияние турецкой республики на рубеже двадцатых и двадцать первых веков был провозглашен лозунг ставший идеологии азербайджана и турции один народ два государства сегодня турки всеми силами пытается реализовать свой проект по созданию великого турана куда помимо азербайджана должны войти и все среднеазиатские республики единственным камнем преткновения для реализации турана является республика армения территория который служит барьером для распространения пан тюрки изма вот поэтому сегодня в турции и азербайджане через фальсифицированную историю политикам к сожалению удалось убедить свое местное население в том что армении якобы как государство никогда не было а армяне как цыгане были заселены злой царской россии из индии следовательно по мнению азербайджанцев все земли нынешней армении это исторические территории турции и азербайджана которые необходимо вернуть путем уничтожения армянской государственности но на этом у меня все ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на моем канале мир глазами философа до новых встреч